Приветствую вас. Для начала я бы хотел обратить ваше внимание на то, к кому вы обращаетесь. То есть вы здесь говорите о сильном достаточно чувстве вины. Чувство вины, оно дает, как правило, одну важную вещь. Чувство вины дает ощущение такого, знаете, не контроля даже. А скорее определенность, определенность скорее. Вот. И поэтому людям, например, вам хочется достаточно часто себя обвинять. Вот. Понимаешь, да? О чем идет речь? Вот. Так что очень важно этот момент предследовать, на мой взгляд. Вот. Дальше он. Значит. Долги. Долги. Долги – это проблемы летних границ. То есть ему непосредством. Хочу больше, чем могу себе позволить. И так далее. Вот. То есть личные границы. Проблема личных границ – это проблема ответственности. То есть за что я отвечаю, за что отвечают другие люди. Вот. Ага. В основе лежит недостаточность контакта со своими шифрами. Вот. И как вы пишете, вы начали транширить деньги. Вот. Соответственно, у этого есть причина. Вот. Так что, возможно, вы были чем-то неудовлетворены. Вот. А, возможно, вы ничего-то боялись. Почему вам, например, потребовалось взять в тот же кредит, или почему вам требуется это... Вот. Питание. Как вы говорите. Такое вот. Питание. У всего этого есть, опять же, свои причины. Дальше. А, значит, так. Тут вы... А, значит, я хочу быть как в детстве. Вы весёлые, добрые, беззаботные, любимые всеми. Ну, я полагаю, что... Отчёт, если вы такая есть, до сих пор... Вы не повзрослели. Как мне кажется, как мне кажется. Вот. Ну, мне так кажется, что вы не повзрослели. Я могу, конечно, ошибаться. Вот. Ну, выглядит он так, что... По-преднему вы не повзрослели. Вот. До сих пор вы не повзрослели. Вы не повзрослели. Вот. И... Если это правда, если вы действительно не повзрослели, то повзрослеть это одна из... Таких вот... Первых... Эм... Задач... По направлению... По направлению... Которое во мной не двигаться. Вот. Понимаете? Ну... На... На мой... На мой взгляд. Конечно. Дальше. Так. Значит. Я впервые потратил деньги коллеге, которая должна была на телефон оплатить. Была небольшая сумма. Ну, вот. Вы потратили деньги коллеге. Да. Вы потратили чужие деньги. Вот. На мой взгляд, нужно... Как так получилось и вышло, что вы потратили чужие деньги. То есть, я опять же не думаю, что это произошло случайно. Ну, вот. Я думаю, что... Ну... Когда вы тратили деньги... Деньги... Коллеге. Эээ... То... Вам чего-то хотелось. Когда вы это делали, вы... К чему-то стремились. Вот. А... Сейчас вы... Эээ... Как бы можете, можете себя за это винить. И... Вы можете, сколько угодно, себя за это винить. Но... Эээ... Эээ... Суть... От этого... Эээ... Остается сутью. Вот. Ах... Да. То есть... Эээ... Именно суть... От этого остается сутью. Эээ... И... И... Очень важно понимать... Эээ... ...всего вы хотите. Вот. Очень важно понимать... Все... Всего вынуждает. Очень важно... Понимать... Эээ... Что вам необходимо. Очень важно понимать, где у вас эээ... есть вот такой, ну, типа, перекос, да, и так далее, вот, где и почему у вас есть перекос, вот. Это очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Так, я не понимаю, так, значит, за этого я послал банк, а оформил первый свой кредит на минимальные суммы, значит, я первое время с платформой, потом мне послал сумму, потом, что доступна сумма, я не понимаю, смысл, послал слабых пять. А что значит, вот, ну, что значит, не понимаю смысла? То есть, что вы имеете ввиду? Не понимаю смысла, это как? Как-то понять, что вы не понимаете, не понимаете смысла? Ну, это несколько странно, странно. А почему вы не захотели узнать смысл? Вот. Может быть, вам это было неинтересно, может быть, вам был неинтересен, а смысл этого? Вы взяли деньги и решили их сразу потратить. Я вас не обвиняю, просто нужно разобраться, нужно разобраться в том, что вы имеете ввиду, нужно разобраться в том, о чем вы говорите. Вот. Это очень важно. Как сделать. Дальше. Так. Так, это грузило, я сплачу один месяц, потом снимаю, даже вот так начала транширить деньги. Но, опять же, вы не говорите о том, что делают. Хорошо. Что вы делаете, понятно. Но, субъективно, сторона вопроса не видна. То есть, вот вы, ну, делаете что-то, а почему вы это делаете? Почему вы так поступает, так поступает, чтобы, чтобы что вы так поступает? Может быть, следуйте какие-то цели, может быть, там, от чего-то бежите, куда-то бежите. Да. Да. То есть, да-да, словы не раскрывают. Это ладно. Без этих данных, ну, я бы сказал, что информация не полная. Ага. Дальше. Так. Я выехал, я работал в другой город, жила бесплатно, работа была хорошая, корректив тоже был хорошим, все простые люди. То есть, есть ощущение, что вы, вот, в какой-то степени боитесь сложностей, что вы в какой-то степени, может быть, обесцениваете себя. Вот. Может быть, как-то недооцениваете себя. Вот. Ну, тут, в любом случае, опять же, нужно выяснить, что такое простые люди. Вот. Что из себя, вот, простые люди, как вы говорите, представляю? Представляю. Вот. И насколько для вас эти простые люди важны и чем. Так. Дальше. Возле офиса был брендовый продуктовый магазин, в котором я любил все покупать. Что именно? Вот именно покупательные надежды, не другие нужные вещи. А именно покупательные, чтобы поесть. Ну, смотрите, поесть, про поесть, это про любовь к себе. Не, про, про нелюбовь к себе. Про отсутствие любви к себе. К, к сожалению, к сожалению. И если это так, если у вас, если вам, точнее, недостаточно любви к себе, то вот это, да. Это, это уже, достаточно, серьезно, серьезно, достаточно, серьезно, это проблема. Вот. Но, которую, тем не менее, вполне, вполне себе можно решить. Если у вас есть такое желание. То есть, это не критично, что там, но и отрицать то, что вынуждает СВЛ, допустим, в еде, так не стоит. Самое, что вы нуждаетесь в еде, вы хотите, там, кушать, и что-то вы этим компенсируете. Конечно, это не совсем понятно, что именно. Не совсем понятно, что именно. Но, чтобы, очевидно, да. Коменсируете. Что нужно выяснять? Опять, вот, как правило, это вот любовь к себе и... 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 Что важно, это чувство защищенности. То есть, через еду вы пытаетесь получить такое вот ощущение, что вы защищены. Ну, ничего в этом... аномального... аномального в этом ничего нет. Это я вам сразу могу, сразу могу сказать. Вот, если вы себя, например, эээ... защищенный не чувствуете. Вот, то... и, оказывается, вы будете... эээ... к этой самой защищенности тяготеть. И... здесь важно себя не обесценивать, а здесь важно признать, что такая потребность у вас имеется, и ее нужно решить. Ее нужно... эээ... правильно удовлетворить, ее нужно правильно реализовать. Вот, ее нужно правильно... ну, на нее нужно правильно реагировать. А не так, как вы это делаете, видите, сейчас, да, по всему счету себя ругаю, и... эээ... ну, критик... критикуя за... подобное... победе... поведение. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли критикуя, вы... перестанете это делать, вряд ли. Да, то есть, давайте все-таки... будем... эээ... будем смотреть на вещи... эээ... реалистично. Вот... давайте все-таки будем смотреть на... эээ... ситуацию реально. Вот... эээ... реальность, она вот... такова... вот... поэтому есть причина... эээ... есть причина, по... которым... есть причины... по которым вы... ээээ... эээ... хотите, вот... эээ... как бы... заедать... эээ... эээ... свои... условно говоря... проблемы... свои трудности и прочее. Ну, это... не хорошо, не плохо. Эээ... это факт. Вот... и, конечно... Лучше, если вы... эээ... примите это. Погнаете это, что... wollen... что, вот... Что я нуждаю... эээ-э... в насыщенности, и что я нуждаюсь, в эээ... в... ээээ... в... эээ... в рассп wirklich, что я нуждаюсь в любви. Вот... Я, грубо говоря, что это заедает. Вот это, по крайней мере, признание уже будет проблем. А дальше, дальше уже можно будет, в принципе, всё это делать. В каких-то, ну, в определённых направлениях двигаться. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Да? Дальше. Так, сейчас работа уходила на продукты, на то, что тут вы заедали. Пришло время вернуться до мной, так как баба болел, мама не смогла одна справиться в родном городе взрослых. Приглашусь мне подругу с футболкопером, в этом коллективе моя жизнь была лаваской, меня не влюбили, моя смотри, кто-то больше и больше снижал. Ну, смотрите, здесь вы говорите вообще немножко про другого, а здесь вы говорите про то, как вы адаптируетесь в коллективе. Вот. И, на мой взгляд, тут уже проблема в другом. На мой взгляд, тут уже проблема вся в том, что вы, условно говоря, не имеете чётких представлений о себе. Вот. Проблема здесь в том, что вы, ну, просто-напросто, вот, не уверены в себе. Вот. Проблема здесь в том, что вы ориентируетесь на мнение других людей. Вот. Не на себя вы ориентируетесь, а на мнение других людей. И хочется, конечно, более подробного начала. Вот. Как-то, как, например, стало возможным, что из-за того, что вас не влюбили на работе по каким-то своим причинам. Вот. А у вас начала падать 17-ка. Вот. Какого мужчину вы встретили, находясь в таком вот состоянии? Да? Ну, таком достаточно растрёпанном. Мамой стали. Да? Вот. То есть тут, опять же, степень вашей осознанности под вопрос. Ну, а как у вас в вашем представлении представлено, как у вас отражается в вашем представлении? В вашем сознании. Амммм. Сама так. То есть вот, ну, что она у вас падает. Как это представлено в вашем сознании. Вот. То есть это, на мой взгляд, аммм. то, на что вам также желательно обратить свое внимание. Потому, как это важно. То есть, самооценка меняется, да? А как она меняется? Чему она меняется? В результате чего она меняется? Ну, вот. Это... Не очень понятно. Хотя момент вважный. Очень важный. Вот. Ну и... Опять же, вы его не раскрываете. Нет. Практически... Ну, практически никак. Я раскрываю этот смартфон. Да и сама только падает. Аммм. Со мной. Грубо-грубо говоря. Что-то происходит. А в результате чего? Почему? Вообще-то не очень важно. Так что, здесь, наверное, задача даже просто вам понимать, с чем вы имеете дело. Вот. Понимать, что и чего происходит. Тут, вот, дело не в транзировании денег. Это следствие. А дело в том, по какой причине оно происходит. Вот. И дело в том, что вы настолько не полагаетесь на себя, что хотите сделать всё, чтобы ощутить некую такую правильность, некую такую определённость, некую такую... А... Может быть... А... Чёткость. Вот. Простоту. А полимеры... Когда... Имеют место быть... Полимеры. Вам это достаточно сложно получается ориентироваться в... Ну, вот в... Тонкостях в вещах не совсем понятно. Дальше. А... Значит... Я не знал эту сферу, делал как могла, было очень много ошибок, но я их справлял. Работал, да, с половиной года без отпусков и отдыха. Не ладил с началством, это уже всё другая история. И здесь, чтобы как себя отвлечь, в обеденное время ходила по другому магазину, попыталась обращать шеллау. Ну, опять же, чтобы себя отвлечь, да, то есть, вместо того, что обращать проблем, мы себя отвлекали. Вот. Опять же, отвлекали от того, что вас задевало. Вот. То есть, ну, это... Не на пользу, конечно, вы этого делали. Ну, а тут ключевой момент именно в том, что вас выдевало, что... В реальности... Вот. И... Вот вы говорите, что он не ладил с началством, работал обеда от пылков, это такое, вот знаете. Крайне... Эмм... К себе... К вам. Эмм... Ну, я бы сказал, неуважительное отношение. Осталось только понять, из чего оно, это неуважительное отношение сформировало, как оно появилось, как вы к этому пришли, как оно у вас, если угодно, закрепилось. Вот. Когда и если мы к этому придём, то я уверен, что ситуация будет гораздо для вас понятно, что гораздо для вас логичнее. Да. Дальше. Вы пишите. Восьми замуж, потребность в пище увеличилась. Я нажал в магазин и друзьям и братам на голову. Мне от всего этого стыдно. Ну, стыд. Стыд. То, ради чего, вами всё это делается, на мой взгляд, когда было стыдно, а есть чёткое, ну, чёткое понимание того, права ли я или наоборот, не права. И всё, как бы, просто. Потому и к стыду, вероятно, бы тяготеть, в том числе. То есть, вот, ну, хочется испытывать стыд. Конечно, в этом вы не признаетесь, но, по большому счёту, всё в этих камышах, где вы не добираете. Вот. Вот. А стыд позволяет вам заполнять, вот, вот, пустоту, неопределенность, пустоту, недоверие себе, вот. Может быть, пустоту, непринятия себя, может быть, пустоту приводности, вот. Которая у вас, эээ, имеет место быть. Хотя, тут, могут быть разные варианты. Я не хотел бы, не хотел бы, сейчас, эээ, гадать. Вот. Ну, 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 настолько. Сильно. Вот. А вот, в принципе, в принципе, в принципе, это то, что он, мог бы вам сказать. Эээ. Что делать дальше? Что делать дальше? Эээ. Работать? Эээ. Вниматься. «Наш́, там, психотерапии», вот. Корректировать своё отношение к себе и к окружающим людям. Выходить из того ДПК, в котором вы сейчас находитесь, работать с личными границами, чтобы жить все-таки посредством. Да, они не так, как вы живете сейчас. И все потихонечку у вас наладит. На этом все, я надеюсь, что мой ответ. Помог вам? Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отлинку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...